Биктур Сун Кукоев один из первых пациентов детского реабилитационного центра для детей с ОВЗ Киличек. Он с рождения страдает ДЦП, но несмотря на это показывает успехи в учёбе. Отличник Биктур Сун в свободное время увлекается программированием и графической анимацией. В компьютерном классе бесплатного реабилитационного центра у него есть возможность развивать свои навыки. Мы рады, что в городе Бишкек открылся такой замечательный реабилитационный центр, который упростит лечение и реабилитацию нашим детям, а также будет очень большой помощью для родителей. До этого мы вынуждены были обращаться в разные частные центры, что финансово немножко затруднительно бывает. Благодаря открытию этого центра мы имеем прекрасную возможность реабилитироваться недалеко от дома. Мы сами в городе Бишкек проживаем. Новый детский реабилитационный центр был построен на средства республиканского бюджета по поручению президента. На церемонии открытия Садыр Джапаров отметил, что государство создаёт комфортные условия для лиц ОВЗ, так как они, как никто другой, нуждаются в этом. Открытие детского реабилитационного центра является значимым событием. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается почти 200 тысяч граждан с инвалидностью, из них 36 тысяч дети. Дети с инвалидностью нуждаются в качественном образовании, медицинских услугах, социальном обеспечении, отдыхе и активном образе жизни. В связи с этим нам необходимо создать условия для их комфортного лечения и реабилитации. Данный реабилитационный центр будет местом, где дети с инвалидностью смогут получить не только специализированное лечение, но и восстановиться физически и психологически. Министр труда и социального обеспечения отметил, что новое здание было построено в рекордные сроки. При этом в современном реабилитационном центре созданы все необходимые условия для качественной помощи детям. Построено всего за 4 месяца. Вот представьте, такие здания в советское время строились пятилетиями. Построено качественно, капитально, обустроено. Аппаратура полностью вся здесь российская, качественная. Они будут получать здесь реабилитацию, абилитацию будут получать. Для родителей тоже были созданы условия. Они могут находиться здесь со своими детьми в часы обучения. В центре был предусмотрен холл, приемная комната, место для встречи с родителями, лифт, комната для занятий лечебной физкультурой и кабинеты врачей. Условия созданы специально для таких пациентов. У нас здесь каждая палата предусмотрена по 3 кровати со всеми постельными принадлежностями, шкафом для одежды, прикроватной тумбочкой и столом для занятий. Кроме этого, здесь предусмотрен лифт, который с подвала до третьего этажа. Пожарная эвакуационная лестница у нас тоже пандусная. Это специально было сделано по проекту для пациентов в колясках. Кроме этого, для них организовано 4-х разовое питание. Три горячих и одно дополнительное. Глава государства подчеркнул, что на этом работа по обеспечению условий для лиц ОВЗ не ограничится, и аналогичные центры будут возводиться по всей стране.